Работайте, братья! В Челябинске сегодня вспоминают слова Магомеда Нурбагандова, полицейского, погибшего от рук террористов. В городе прошел губернаторский прием в честь силовиков, погибших при исполнении. Их на Южном Урале почти 200 человек. Подробности у Егора Хрисюка. Это память о тех, кто остался на вечном строю. Долг, честь, присягла, наверное, своей Родине. Елена Корякина речь произносит, едва сдерживая слезы. Зал полон. Здесь более 300 человек. И большинство из них понимают боль Елены. Женщина рассказывает, ее муж Николай Корякин погиб 25 лет назад. Попал в аварию, находясь на службе. Тогда Елена осталась одна. На руках два ребенка. Дочь 8 лет и 4-летний сын. Вырастить их помогли коллеги и друзья супруга. В память о муже Елены и других погибших при исполнении силовиках объявляют минуту молчания. В Челебинске проходит губернаторский прием в честь южноуральцев, погибших при исполнении долга. Это полицейские, прокуроры, следователи, сотрудники ФСБ и военнослужащие. Такие приемы проводят с 2004 года. Обязательно в ноябре. Ведь 8 число в России считается днем памяти погибших на службе силовиков. В зале, в здании правительства региона 334 человека. Это вдовы и дети. Почти 200 погибших правоохранителей. Каждый год по распоряжению губернатора семьи получают материальную помощь за счет областного бюджета. В этом году это 4000 рублей каждому. За мужество семьи благодарит первый вице-губернатор Евгений Редин. Мужество и героизм людей, ставших на защиту конституционного строя и в первую очередь интересов граждан, законности и правопорядка. Но он не может и не должен оставлять равнодушным никого в этой жизни. А заканчивается прием на набережной Миаса, рядом с Краеведческим музеем. Здесь установлен памятник погибшим воинам правопорядка. Начиная с 2013 года, семьи погибших традиционно собираются и возлагают цветы возле этого мемориала. Здесь высечены имена двух сотен бойцов полиции, прокуратуры, МЧС, ГУФСИН, внутренних войск, погибших при исполнении. С 1918 года по нынешний день.